Доброе утро дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как же заказывать продукты компании Amway из Казахстана с курьером, с доставкой на дом или в офер. Сегодня с вами я Андрей Белоков. Ну и начнём мы конечно же с того, что в первую очередь нам, тем кому интересны продукты компании Amway, нам нужно зарегистрироваться непосредственно в компании Amway. Как это сделать? Демонстрацию экрана. Да, вот я настроил демонстрацию экрана и значит первое то, что мы делаем, заходим на сайт Amway.kz, именно kz, потому что, как вы знаете, на территории Российской Федерации Amway юридически и нам нужна будет регистрация непосредственно Amway.kz. Регистрация самая простейшая, это если вы хотите зарегистрироваться как клиент со скидкой 15%. Тут много, ничего не нужно, номер телефона, фамилия, имя и когда вы регистрируетесь, потом, собственно говоря, приходит код, который нужно подтвердить. Я сейчас все равно постараюсь пробежаться, чтобы было понятно, потому что те новые люди, которые будут смотреть, чтобы они имели представление, что это такое. Прошу прощения, что-то было с голосом. Сразу хочу сказать, если вы открываете Amway.kz и у вас местоположение не город Алматы, то в настройках можете сразу сделать город Алматы или же потом, когда зарегистрируете в своем личном кабинете, поменяете город Алматы. Это очень важно, потому что тот склад, который нам отгружает продукт, он находится рядом с Алматы. Так, ну и вот что, регистрация. Регистрация скидка 15% на все покупки. Вот здесь мы меняем номер KZ плюс 7 на RQ. И вот здесь мы уже вписываем без плюс 7 свой номер телефона. Дальше мы спускаемся вниз. Здесь нам email не обязательно, хотя, если хотите, потом можете там поставить. Email для чего должен, скажем, та продукция, которая будет появляться, то есть информация будет поступать на почтовый ящик. Значит, мы пишем фамилию, имя. Отчество не обязательно, день рождения не обязательно. Ставим пол. Мужчина или женщина. Населенный пол. Вот здесь по умолчанию у меня стоит Алматы. Если у вас стоит опять же другой город, ставьте Алматы. Город Алматы, Казахстан. И дальше, дальше, для того, чтобы прошла регистрация, непосредственно, допустим, через меня, да, вы указываете, у меня есть контактное лицо. То есть ставите галочку, и вот сюда вы вводите мой компьютерный номер, 214-82-43. К вашим услугам подтвердить. Это я, Серваков Андрей. Сейчас откроется, вот он я, Серваков Андрей, мой компьютерный номер. И, собственно говоря, вы дальше ставите здесь вот галочку «Подтверждение», и вниз опускаетесь «Подтвердить». Потом приходит, открывается, скажем, квадрат, в который нужно будет ввести код, который придет к вам на телефон, по-моему, 6-значный, цифровой. Вот, вы его задолгоете, и ваша регистрация, она, собственно говоря, уже закончена. Так, ну и дальше. Идем дальше. Когда вы регистрацию прошли, значит, вы теперь заходите в личный кабинет. И вот в личном кабинете, а, там еще в процессе регистрации вам нужно будет создать свой пароль для входа в личный кабинет. Вы его сами создадите, и все. И вот, когда нужно войти, что будет происходить? В графе «Логин» вам необходимо будет писать свой номер телефона, который участвовал в регистрации. Ну и, естественно, в пароле. Это тот пароль, который вы себе создадите. Увы, это ваш номер телефона, в данном случае это мой номер телефона, мой пароль, и я захожу. С нами стала работать, продолжила работать транспортная компания, которая с нами работала буквально в последние десять лет на территории Российской Федерации. И сейчас она взяла на себя опцию доставки продукции компании «Алвей» тем людям, которые пользуются в России. То есть, потрясающе ребята все это сделали. Транспортная компания очень надежная. Я про нее потом скажу, как там, что нужно будет делать. Вот. Мы переходим к той части, допустим, нам необходимо сделать заказ. Друзья, я вам сразу хочу сказать. Вот, допустим, у меня в корзине, я обозначил купленные ножи. Заходим в корзину. Сразу хочу сказать, что доставка с Казахстана, с этого склада от Алматы производится от 100 баллов. Здесь есть, допустим, свои плюсы и минусы. Минусы какие? Нужно будет сразу выложить сумму порядка десяти тысяч рублей. Потому что 100 баллов – это минимум тысяч рублей. Вернее, десять тысяч рублей. Плюсы какие? То, что на эту сумму мы можем набрать продукции сразу, скажем, во все, ну, практически во все сферы нашего быта, которую будет использоваться нами на протяжении, допустим, 5-6 последующих месяцев. И это нам даст возможность уже планировать свои покупки именно таким объемом. Вот. И, скажем, ну или откладывать там денежку, где-то что-то подкопить, отложить, запланировать еще что-то подкупить и так далее. Еще один плюс очень хороший. Когда мы делаем заказ на 100 баллов, компания «Амвэй» на территории Казахстана выплачивает нам сразу десять тысяч бонус. В переводе на наши российские деньги это получается где-то порядка тысяча двести, тысяча тридцать, тысяча четыреста рублей за их всего от того, как играет ТНГ-курс. Вот. И эти деньги после покупки, после оплаты ступалого заказа поступают на ваш скидочный счет, я покажу, где он находится, в течение, ну, сразу после оплаты. И вот эти деньги вы можете использовать уже, допустим, сделав следующий заказ, и у вас пройдет скидка на эту сумму. Глубина выбора этого 70%, то есть вы можете заказ оплачивать всего лишь 30%, 70% вы уже берете. Так, что дальше? И вот, значит, мы делаем заказ на 100 баллов. Я, допустим, набор ножей, средства для чистки поверхности написал. Вот. И что получается? Вот смотрите, у меня на скидочном счете уже есть десять тысяч ТНГ. И вот здесь уже видно то, что я сразу, когда делаете заказ, уже сразу видно, что проходит скидка, и вот эта сумма, она идет к оплате. И вот нам что нужно сделать? Нам отсюда важно взять вес, себе записать, допустим, 2,9 килограммов наш заказ. И дальше, дальше мы идем к оплате. Вот. Если вам самим это сложно сделать, вы можете этот заказ скинуть своему контактному лицу. То есть это в моем лице, это я сейчас, да? Вот. И я, допустим, могу сам оплатить, к примеру, этот заказ и отправить его в вашу сторону. Ну, естественно, с перерасчетом этих средств в мою пользу. Вот. Ну, мы идем дальше, идем по прямой. Я оформить заказ прошу. Сейчас оформляется заказ. Мы сейчас перейдем на другую страницу, которая нам подтвердит к оплате уже сформированный заказ. Выдаст его номер этого заказа. И вот этот номер нам тоже будет нужен. Мы его тоже себе отдельно выписываем. Номер заказа. Сейчас, минуточку. Компьютер погружается. По поводу вот этих бонусов за каждые 100 баллов. То есть вы можете сделать покупку. Вот, допустим, у нас есть набор посуда, который стоит там более 60 тысяч, да? Вот. Это получается вот порядка 600-700 баллов. И, естественно, естественно, вы за каждые 100 баллов будете получать вот эти 10 тысяч тенге, которые вы можете потом выбрать благодаря такой покупке. То есть эти деньги вживую останутся у вас в кармане, и вы сделаете оплату на сумму вот этих бонусов. Минус суммы вот этих бонусов. Так, вот что-то долго меня перезапускают на заказ. Сейчас подождем. Ну, я хочу сказать, это должно быть понятно, потому что я стараюсь, чтобы это было пошагово видно, как это все происходит, да? Именно поэтому здесь это во времени немножко видео будет растягиваться, потому что пока компьютер загрузится. Вот, оформление заказа. И вот здесь вот нам сейчас нужно отсветить очень важные шаги, которые нам нужно будет сделать. Потому что я буквально здесь вот на днях, когда делал заказ, себе картридж, я ошибся в выборе, скажем, склада. Я выбрал не склад, а ПВЗ, СДЭК. И получается, что я переплатил 1000 за доставку для того, чтобы мне СДЭК забрать. В транспортной компании до заказа 5 килограмм доставка стоит 667 рублей. До 10 килограмм где-то в районе, по-моему, 1028, если я не ошибаюсь. И до 50 килограмм там где-то в районе двух, по-моему, с половиной тысяч. Потом я хочу сказать, что в эту стоимость доставки уже входит страховка. То есть вот что мне понравилось, компания сразу страхует груз. Там получается, по-моему, 0,6 процента от стоимости заказа. Эта сумма небольшая, но во всяком случае у нас уже есть какие-то гарантии в плане того, что если груз по форс-мажорным обстоятельствам не придет, транспортная компания нам компенсирует эти деньги. И здесь по умолчанию открывается самовывоз. То есть мы ставим самовывоз. Мы будем забирать со склада Amway. И если мы дальше вниз опустимся, перед нами сейчас должна открыться карта. Вот в этом месте сейчас подгрузится, откроется карта. То есть здесь мы нигде ничего не ставим. Здесь вот центр Amway открылась по умолчанию. Вот открывается у нас город Алматы. И вот наша задача, наша задача указать склад, вот этот, вот вверху значок получается. Этеген Батыр, прошу прощения, может быть я не совсем. Вот нажимаем на него. То есть по умолчанию будет вот эта страница открываться Алматы. И нам нужен именно вот этот склад. Вот он, этот склад. Вот его адрес. «Алматинская область. Ильинский район. Энергетический поселковый округ. Поселок Оттеген. Оттеген Батыр. Улица Бржан-Сугуров 57А». То есть мы выбрали вот этот реагеральный склад в Алматы. Предварительная оплата заказа. И вот дальше нам нужно что сделать? Допустим, нужно будет скопировать вот этот вот адрес. Он нам пригодится. Пригодится для того, чтобы нам его вписать в транспортную компанию. Воскресенье очень сложновато нам подсоединиться к интернету. Потому что идет расход трафика. Вот. 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 Скопировать. Наконец-то мы скопировали. И дальше мы идем продолжить. Продолжить. Сейчас откроется другая страница. Вот. И. 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 Оплата заказа компании «Алвей» на рынке Казахстана, если мы хотим оплачивать его с Россией, производится через Киви кошелек. Ставим сюда галочку «Киви кошелек». Вот. И здесь мы смотрим. Так. К оплате у нас вот такая-то сумма. Киви кошелек. Ну, что такое Киви кошелек? Кто с этим, скажем, не согласен, Киви кошелек. Это самый простейший кошелек, который, скажем, регистрируется на основании вашего номера телефона. Но чем интересен Киви кошелек для нас? В этом Киви кошельке мы сразу, когда вписываем номер своего заказа, получаем сразу перерасчет по курсу с тенгена рубли. И мы там не ошибемся. То есть вот если мы сегодня сейчас заходим в Киви, мы именно будем оплачивать по тому курсу, который находится сейчас. А если мы, допустим, этот заказ оставим на вечер, за счет того, что курс меняется, допустим, на протяжении всего дня, и, соответственно, в рублях эта сумма тоже может меняться. Поэтому здесь есть такая возможность, даже если вы смотрите, допустим, за курсами в Тенге, вы можете, ну, подстроиться таким образом, чтобы поймать в момент, когда в Тенге будет падать курс. Тогда ваш заказ может получиться гораздо дешевле. Или, собственно говоря, вот я недавно картридж заказывал, но я вам хочу сказать, что даже по высокому курсу я заказывал при расчет Тенге, у меня все равно картридж для системы очистки воды получился на 2,5 тысячи дешевле по сравнению с российским прайсом. То есть смотрите, то есть в любом случае покупку дела сейчас с Казахстана к нам в Россию, эта продукция получается намного дешевле, чем, допустим, она была у нас в России. В этом тоже есть преимущество определенного азиатского рынка на данный момент. Как будет дальше, но посмотрим. Соответственно, дальше продал уже. И у нас сейчас переводят на страницу оплаты, то есть подтвердить заказ. Вот. То есть у нас здесь все написано. И вот смотрите, у нас тут все написано, да? номер телефона, адрес самовывоза, Киви кошелек, опять же номер телефона, электронная почта, фамилия, имя и отчество. Все это вот написано. И дополнительная информация к заказу. Но здесь дополнительная информация к заказу, может быть, какого рода, допустим, если вы пересылаете на кого-то, вы можете сюда добавить другого получателя, хотя это можно сделать уже на странице транспортной компании. Мое единственное сейчас вот здесь, 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 здесь. Ну, я сейчас могу сделать подтвердить, потому что если я его в течение… здесь ничего страшного нет, если я его не оплачу заказ в течение, допустим, трех-четырех дней, он снимается со сборки. То есть он не уходит на сборку, пока нет оплаты. Я просто хочу вам показать путь, как это все происходит на самом деле и как это дальше, да. Вот, информация о заказах, вот, к оплате. И вот смотрите, вот то, что нам нужно, это номер заказа, он он находится вверху, дата заказа и номер заказа. Нам нужен вот этот номер, 834, 834, 934 и 405. Вот, то есть мы получили информацию о заказе, какая сумма к оплате и тому подобное. Теперь, скажем, компания будет ждать оплату от меня непосредственно. И вот теперь, когда у нас есть номер заказа и тому подобное, мы теперь заходим на страницу транспортной компании. Соответственно, когда мы сделали оплату, оплату, как только транспортная компания увидела то, что пришла оплата, она это будет видеть по причине того, что мы регистрируемся как потребители продукции компании Amway. Вот. И для того, чтобы там здесь зарегистрироваться, вот у меня-то здесь уже стоят, собственно говоря, мои логины и пароль. Да? Вот. Что мы делаем? Вот, получается Amway. Доставка в другую сторону, вот виды доставки и у нас получается доставка. Если у вас, допустим, вот эта страница у меня по умолчанию открывается, а у вас, допустим, откроется вот эта вот компания, виды доставки, отраслевые решения. Нажимаете виды доставки, опускаетесь вниз, доставка заказов Amway. И вот, когда мы сюда уже сошли, вот здесь получается, открывается Amway, уважаемый клиент и партнер, предлагаем доставку наших, ваших заказов со стороны Amway Казахстан, все такое. Вот. И что мы, собственно говоря, делаем? Сразу здесь вот открывается, видите, вот эта страница расчета по доставке. И если мы, допустим, открываем Московскую область или, допустим, то каждый здесь может найти свой регион. Вот. Здесь это не сложно. И очень важный момент, который я проглядел, вот, и который важно сделать. вот. Красным выделено, но мы, как вот русские люди, мы иногда не читаем все до конца, все стараемся сделать наперед сами. Вот. Клиент на сайте Amway должен указывать адрес выдачи письмо вызов. Алматинская область, это то, что вот мы забивали, да? Поселок Утаген-Батыр, улица Шан-Сугурова, 57А. И давайте мы сейчас сделаем регистрацию. Я попробую сейчас. Вот у меня, допустим, клиент появился в Москве. Вот. Мы сейчас попробуем ее зарегистрировать. Нужна электронная почта. Ну, смотрите, здесь ситуация в чем? Я тогда здесь дальше не пойду. Наверное, придется человеку самому разбираться. Для того, чтобы зарегистрироваться, вы создаете себе логин. Пишите электронную почту, сдаете себе пароль, и этот пароль подтверждаете. Пишите свое имя, кто вы будете, непосредственно на этом сайте. Вот. И после того, как вы нажимаете кнопку регистрации, высыпается еще один, скажем, момент регистрации, где вы вводите свой компьютерный номер. То есть, после того, как вы зарегистрировались в компании Amway, у вас появляется свой компьютерный номер. Вы его можете увидеть, допустим, у себя в личном кабинете. Если кому-то будет непонятно, можете звонить, задавать вопросы и так далее. Естественно, я помогу. И после, когда вы зарегистрировались, у вас будет открываться уже ваша учетная запись. И, допустим, для того, чтобы сделать заявку, вы заходите вот сюда. Открывается вот ваш этот, допустим, он сейчас открывается «Мой профиль». И что мы делаем? «Нетворк логистик» компания. Компания, вот она, допустим. Вчера они нам уже тоже большой заказ привезли. Воскреселся. Когда мы вошли, еще раз нажимаем и открывается «Мой профиль». У вас будет то же самое. И когда мы заходим в «Профиль», то у нас появляется вот такой момент «Создать заявку». Вот у меня один заказ уже висит, который идет сейчас в карту, которую я заказывал. И он у меня идет уже. Давайте тогда сначала я вам покажу, как создать заявку. То есть у вас будет написано «Ваш МНН уже активен, профиль подтвержден». Дальше «Создать заявку». И, соответственно, вот открывается номер заказа. Допустим, мы пишем номер заказа, который у нас получился. Заказчик – это непосредственно я. Я ставлю все свои данные. И вот у меня открывается сразу по умолчанию. Это то, что я забивал. Адрес доставки – это дом, где я живу, номер получателя. И здесь, здесь, вот, вес заказа. Вот сюда мы пишем 2,9. То, что я вам говорил. 2,9 килограмма. 2,9, да? 2,9 килограмм у нас есть. Количество крабов – это нам считает сама транспортная компания. И вот здесь, вот здесь, смотрите, тоже очень важно, Мария. Вот по умолчанию стоит «Курьером», а здесь стоит «Алматы». Мы можем еще заказывать с другого склада «Октабе». Но я вам хочу сказать, что «Октабе» – тот маленький склад. И там есть вероятность того, что ту продукцию, которую мы хотим, на том складе может и не присутствовать. Поэтому мы используем «Алматы» в большой склад. И вот в примечании, в примечании мы вставляем то, что мы скопировали адрес. То есть, чтобы транспортная компания знала, куда ехать за нашим заказом. Это вот улица Жан-Сугурова, 57А. И когда мы нажимаем «Отправить», у нас заказ отправляется. И потом компания присылает нам, скажем, в момент то, что заказ принят. И как только мы сделали оплату, компания транспортная это видит. И вот у нас создается вот такой список недавно отправленных заявок. Можно посмотреть статус заявки. Он открывается. И вот здесь видно, что вот «Серваков Андрей Викторович», номер заказа, какого-то числа, «Телефон, Воскресенск, Московская область, вес 1,9, ценность». То есть указывается, что на эту сумму заказ застрахован на 47 589 ТНГ. Заказ принят. И вот ожидается. И стоимость доставки, я вам хочу сказать, уже будет нам высвечиваться именно тогда, когда машина придет к России на распределительный пункт в Домодедово. Все куры приходят в Домодедово с этого склада. И вот именно в Домодедово наши заказы формируются по маленьким автомобилям, вот такие вот, как «Вольксваген», «Пикап», вот эти вот почонки. И на этих машинках они разводятся уже по Московской области. И, соответственно, когда стоимость доставки будет выставлена, наша задача просто взять и оплатить эту доставку. Вот, допустим, сейчас через некоторое время, как машина придет, в Домодедово мне здесь высадится 667 рублей. И, соответственно, я должен оплатить эту доставку. И как только эту доставку я оплатил, все, я жду курьера, который за день со мной созвонивается, и мы с ним договариваемся, на какое время примерно мы с ним можем встретиться, и чтобы я уже забрал заказ. Вот. Ну что, дорогие друзья, ну не все так сложно. Просто вот если вы посидите, тут, допустим, когда вы заходите в OneWay, там эти шаги у вас есть, объясняют, как что нужно делать. Вот. Ну, опять же, мой номер телефона здесь засветился. Это 977-715-45-40. Вот. Если вам что-то будет непонятно, вы можете звонить. Вот. И будем, скажем, по телефону уже объясняться более-менее. Вот. Ну, как вот так вот. На всем этом, вот, «Нектор Логистик», еще хочу сказать, вот, хорошая компания. Мы с ней проработали 10 лет, и она нас сейчас вот в этот период ухода OneWay из российского рынка просто-напросто не бросила. Потрясающе. Вот. Вот Московская область, городская область, Домодедово, где все это находится, территория Калычевского и Пятьево. Опять же, в компании всегда можно будет позвонить, задать вопросы, допустим, у нас главный номер заказа, можно его отследить, где он находится. Вот. И все-все-все-все-все. Ну, как вот так вот. Ну, что, дорогие друзья, давайте практикуйтесь, познакомьтесь. Я думаю, не думаю, я уверен, у вас все получится. Все. Большое спасибо, всем здоровья, благ и процедания. Всего хорошего. Так, и мы сейчас делаем завершение, то есть закрываем запись. Завершить конферент. Завершить конферент. Субтитры сделал DimaTorzok